Здравствуйте. Надеюсь, я не разочарую вас и очень скоро закончу. Поэтому хотел бы поделиться своими мыслями на тему, предложенную. Кому нужно ставить спинальные и педуральные порты? Почему это? Я задаю вопрос, потому что, наверное, каждый, кто это делал, каждый раз сталкивается с этой проблемой. Какой контингент людей, которым действительно это нужно? Почему? Потому что до сих пор у нас нет какого-то своего отраслевого стандарта, нет четких показаний, поэтому это, по сути дела, наш такой консолидированный вариант этих мыслей. Конечно же, это в основном пациенты онкологического профиля с хроническим болевым синдромом. То есть, по сути дела, это люди, которые отчаялись, которым уже проводили достаточно длительное и не всегда эффективное лечение, именно противоболевое, и которые уже находятся в состоянии, когда уже ничего не помогает. То есть, вся классика прошла, сильные опиоиды уже применяются, и тем не менее это не помогает. И если мы говорим о эпидуральных портах, то это, в первую очередь, верхняя половина брюшной полости и позвоночника. Туда же можно отнести пациентов, которые тоже с выраженным болевым синдромом, с дегенеративным дистрофическим заболеванием позвоночника. Но поскольку здесь онкологический стационар, поэтому я опущу этот контингент, хотя их тоже немало. Кто относится к пациентам для установки спинальных портов? Это исключительно онкологические пациенты. То есть, те, кто нуждается в обезболивании, у которых по каким-то причинам не применяются наркотические анальгетики, или же это пациенты с так называемой опиоид-индуцированной гиперальгезией. Ну, не буду сейчас заострять внимание на вот этой категории, на установки передуральных или эпидуральных или спинальных портсистем. Скажу лишь то, что любой маломальский практикующий ансезиолог, в принципе, может это освоить в течение нескольких практик. То есть, здесь ничего сложного нет. По сути дела, это эпидуральная или спинальная анальгезия, анестезия, только лишь имеющие вот идею установки порта, то есть установки камеры, которая в дальнейшем может быть использоваться в амбулаторных условиях. Собственно, ее для этого и создавали, чтобы человек не оставался в стационаре, а мог использовать, мог использоваться этот принцип в амбулаторных условиях. И это, по сути дела, и является причиной беспокойства, причиной дальнейших наших действий. Я сейчас не буду на этом, опять же, заострять внимание. Потому что мы используем в основном, конечно, местные анестетики. Местные анестетики, они достаточно широко распространены, и любой пациент имеет возможность их приобрести. Сейчас множество новых анестетиков длительного действия. Это из разряда бупивокаина, сейчас лево бупивокаин, новый препарат появился, есть и ропивокаин, ну и так далее, и так далее. Опять же, не буду сейчас на этом, опять же, внимания. Но, по сути дела, мы оставляем человека вот с неким механизмом, с некой структурой, с некой инженерной системой, которой он должен воспользоваться. Самое главное, человека и его родственников ни в коем случае нельзя вводить в прекрасно души «я». То есть говорить, это единственный и последний метод лечения. Вот если мы это скажем, люди разочаруются, потому что на третьем-четвертом сеансе они увидят, что сначала это волшебство, человек лишает боли сразу. Вот чудо произошло. На втором сеансе уже как-то так. А где-то через недельку уже сталкиваются с тем, что уже и та доза препарата не действует, и уже и скорость введения не подходит. Вот появляются первые нестыковочки. Вот надо обязательно оговаривать людям, что они будут с этим сталкиваться. Мы еще раз и еще раз должны говорить, что это лишь метод. Это лишь один из компонентов обезболивания. Не абсолютный метод, который тоже имеет свои пределы компетенции, я бы так сказал. То есть любой метод может быть дискредитирован, если его неправильно подавать. И, к сожалению, вот именно спинальные эпидуральные портсистемы могут быть поданы не так, как нужно. И разочарование приходит очень быстро. Используются как эластомерные помпы, то есть не обязательно помпы, это могут быть инфузионные системы, сейчас их появилось тоже очень много на рынке. То есть это система непрерывной подачи какого-то препарата, местного анестетика. Либо болюсное введение. Все очень просто. Но эта простота, это кажущаяся. С пациентом и его родственникам нужно проводить, по сути дела, инструктажи. Иногда длительные, иногда на несколько дней. То есть, по сути дела, устанавливая портсистему спинальную или эпидуральную, как говорил один мой учитель, мы этого человека берем к себе в семью. То есть они будут вам звонить, они будут задавать иногда идиотские, на ваш взгляд, вопросы. Иногда будут истерики с той стороны слышаться. То есть, когда все болит, ничего не помогает. То есть вы должны быть к этому готовы, если кто-то будет этим заниматься. Почему у нас до сих пор не создано этого отраслевого стандарта? Потому что случаев пока не очень много. И нам еще очень нет вот этого базового материала, с которым можно сравнить, что мы делаем. Плюс осложнения, которые случаются. К сожалению, они тоже здесь есть. В первую очередь, это, конечно, нарушение герметичности. Потому что пациенты чаще всего лежачие. А когда мы делаем вот эти манипуляции в области спины, если там появляется пролежник, то все это может раскрыться. И, как вы сами понимаете, это вторичные ворота инфекции. Что получить эпидурид никто не хочет. Поэтому в любом случае, я скажу позже, если есть подобная ситуация складывается, то, конечно, нужно эту ситуацию заканчивать в пользу пациенту. То есть удалять. Ну, то, что случается. Вот здесь выше, здесь, собственно, все есть. Вот одна из пациентов, пациенток, женщина, которая именно так и сложилась. Как раз вот видите, на фоне пролежни появилась вот эта видимая часть катетера. То есть главное правило – это удалять при любой неэффективности или подозрении на эту неэффективность. К сожалению, приходится это делать. Понимаю, что мы удаляем такой трудоемкий достаточно момент, но это, как говорится, ноли-ноцари. То есть не навреди, действует и здесь. То есть вот то, что я сказал. Очень немаловажная вещь – это отношение или, скажем так, требования к родственникам. То есть к людям, которые будут сопровождать пациента. Мы должны, опять же, повторюсь, должны понимать, что когда мы даем вот эту систему, мы человека, по сути дела, направляем на активную работу. То есть это не просто пассивное – выпил таблетку, ему стало легче, или там приклеил дюрегезик и ходишь. Нет, это активная и достаточно не всегда простая работа. То есть надо понимать, что здесь влияет все. И артериальное давление, и положение тела, и ситуация, и, возможно, какая-то инфекция. Ну, то есть множество того, что нужно учитывать. И это все нужно проговаривать, это нужно объяснять людям. То есть это, конечно же, люди, окружающие этого пациента, должны быть контактными. То есть надо объяснять им, чтобы они это вразумились. Сами вразумили и вразумили своего пациента, своего родственника. Ну, конечно же, адекватными. Понимающие меру ответственности, понимающие то, что в любой момент эта система может не работать, может причинить неприятности, может и давление урониться, и все что угодно. Ну и, конечно же, сообразительными, я имею в виду, что понимать, что вот тот самый адекватный ответ на какое-то происходящее действие. То есть вы понимаете, какие сложности выстраиваются на этот счет. Но, к сожалению, с этим приходится сталкиваться, вот мне, в частности, когда я общаюсь с этой категорией пациентов. Ну, то есть, завершая всего, мы действительно строим сейчас огромное количество вот этих вот противоболевых отделений, служб и так далее. Сейчас это тоже сейчас очень активно. Ну, вот во всем мире, видите, их почти что пять тысяч. У нас только лишь, вот официально созданных всего лишь двадцать. Это одна седьмая часть суши. Видите, где мы находимся с нашими противоболевыми центрами, да. Ну, вот это говорится о том, что надо шире пропагандировать этот метод, больше объяснять. Ведь, к сожалению, совсем недавно еще венозные портсистемы были тоже беномом Ньютона. О них не знали даже онкологи. Слава богу, сейчас это стало известно. Так вот, про спинальные, сейчас спинальные эпидуральные порты проходят ту же стадию, все то же самое. То есть, надо объяснять, надо показывать, надо рассказывать, надо больше иметь практики. Ну, то есть, люди должны понимать, о чем идет речь. Ну, и вот так сказать, в завершении, что же это такое, для чего может применяться и нужно ли это применять. Конечно же, эта система эпидуральных и спинальных портов, она должна быть как некий пазл в нашей противоболевой системе, лечение особенно онкологических пациентов. Сейчас мы пытаемся обосновать для использования спинальной эпидуральной системы в системе ОМС, чтобы это стало бесплатным для пациентов, так же, как и венозные портсистемы в системе КСГ. Надеюсь, мы продаем все-таки наших чиновников, и это заработает. Ну, и вот так сказать, да приводит с нами сила по этому поводу. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok